Планета Дзюдо Проверяем его проект под названием Искусство прогулки И будем потихоньку с ним разговаривать и снимать, что мы видим и чувствуем Кто местный, кто не местный Это не туристическая горка, а тем более это окраина в определенном смысле И здесь такая хорошая смотровая точка, чтобы посмотреть, как живут соседи в сторону Мертвого моря Хорошую погоду видно, оно, оно, оно видно Вот, тогда вы видите стеночку, которая разделяет палестинские территории Такой милый заборчик в 5-6 метров, бетонный И он идет до Вифлеема Мы сейчас будем крутиться И вот, вы видите, идет, идет Среданная гора Иродиона Гора, которая была превращена вдалем иродом в крепость И высыпается, и торговка, и текательная бочка Я бы так сказал То есть в горы шутальдикот И копается там не перекопать Очень много всего Вот, и там же находится Вифлеем С этой стороны А почему он называется Армона на цифре? Это же дворец наместника, поэтому назвали дорогой наместника Как все стратегические точки города От слова гора, гора И даже здесь арки Ир Почти что звучат одинаково Вот Отсюда видно неприятие А дворец наместника Переведенная на евреи На самом деле это дворец Английского Играет бата Баттлэсер Играет бата Но это горка На которой мы сейчас будем подниматься Используется сейчас Баттлэсер Как миротворческие силы Стоят здесь Видите, голубой флаг Голубые каски находятся там Попускной 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 Сельскими территориями И Израильской частью Во время короны Здесь же делали пропускную Для того, чтобы делать Мазки всякие Приезжали Приезжали туда Раньше это Было очень опасное место И здесь довольно-таки часто Стреляли И это было В общем Очень приятное Для жизни И беспокойное Но сейчас Это хороший вид Посреди города Это центр Иерусалима Видим золотом Отсюда И мы пойдем Сейчас Продолжение В этом слое Важаемое Листейшее место Которое Созданное Руками человека Людей Жертвователей Израиля Много камушков Которые Говорят об этом Но Посмотрим На этот вид И понимаем Что Вот именно здесь Такая рубежная Черта Рубежная Скала И Поднимемся Посмотрим Мы Отправляемся В путь И Дальше Смотрите Вход Интересно Это где мы родились Сосенки Вот Вы Как бы Можете Достаточно Сильно Заметить Когда Будете Рассматривать Пейзаж Где Зеленая Травка И лес Это Еврейские Территории А где Лысенько И нету Мусорных Баков В этом Видите По ландшафту Нету Дорог Потому что Арабское население Сказ Что не надо Мы сами С мусором Разберемся Мы Покинем Заворот Вот И вот Эта дорога Уже В арабском Поселении Здесь Такая Стратегическая Вещь Что Между Иерусалимом Вот Который Видите Левее И Стеной Которая Палестинцев Палестинская Автономия Отделяет От Самого Иерусалима Построили Заселили Израильскими Арабами Чтобы Была Буферная Зона По какой Дороге Ити Выбор Каждый Делает Свой Пару слов О Славе Который Ведет Этот проект Искусство Прогулки Со Славой Мы знакомы Уже Порядка Десяти лет И первое Знакомство Состоялось На Спортивном Культурном Мероприятии Под названием Каскад Приглашает Друзей Это Фестиваль Цюдо И там Слава Показывал Своё искусство Делать Игрушки Из ваты И мы Даже сделали Репортаж Есть на планете Дзюдо И Есть Репортаж Мы делали Здесь Из Иерусалима В одной из студий Где Слава Проводит Занятия И Проект Который Сделал Слава Искусство Прогулки Это проект Вместе Отдыхают Отдыхают И Немножечко Фиксируют Своё пребывание Здесь Природа Потом Всё Подчищает И Вырастают Вот такие Замечательные Деревья Мы Идём Дальше Наш Маршрут Только Начался И Его Протяжённость Ориентировочно 7 Километров Как Сказал Слава Временной Маршрут Где-то В районе Трёх Часов Была Такое место Гора Дурного Сговора Если так перевести Согласно преданию Это была Эта гора Вот Но мы с вами Сейчас Пойдём И увидим Там Огороженную Территорию Совершенно Малозаметную Она называется Там шахта Хватящая вниз Шахта Приводит Нас К туннелю Акведуку Хашманейскому Которого Открыли Буквально Несколько лет Назад И он Идёт С юга Вифлеема 21 километр Напрямую Гихону Видите Зелёный Склон Стен города Вот Зелёный Такой Полодий Склон Золотой Кубол И правее Его склон Там Находится Город Давида И в нём Находится Гихон Источник И этот Источник Туда Приходила Вода С высот 21 километр С уклоном 1 метр На километр Это было 3,5 тысячи лет До нашей эры И когда Царь Давид Ещё будучи Не совсем царём Но вождём Решил взять Укреплённый Город Иерусалим Он Узнал Что В Гихоне Есть Маленькая Скала Щель Которую Помните Верблюжье ушко Есть такая фраза Что проще Гордому пройти Сквозь верблюжье ухо Чем Ничему войти В царство Это скала Расщелина По которой Ходили Забирать воду В Тихоне Да Абсолютно верно И он Своим отрядом Решил Стражу И вошли в Иерусалим Без штурма И когда Уже Пленённые Спрашивали Как Вы сюда попали Он сказал Вы забыли Закрыть Одни Входные Ворота Вот И вот этот Акведук Он Проходит Через эту гору Не прямую Под горой Да И здесь Есть Смотровар Но Нормально Ничего Вы Конечно Видите Никто Воклядут Но Туда Надо С чем Договариваться Это Очень Долго В Иерусалиме Вот Ничего Не поделка Большой Большой Такой Байконур Стоит Это Дорм Сеосион Это Сеосион Сеосион Ворота Мы же Пойдем На Имку Вот Бежевая Башня Среди Новостроек Видите Торчит И Там Мы уже С вами Гуляли Поэтому Мы Сшиваем Наши Маршруты Вот И добавляем Вот Такой Большой Пешеход Мы Сегодня Решим Сейчас Через Буквально Полчаса Пойдем Лим Ущелим Или Пойдем Как бы Можно Играть И Путешествия На ходах Вы Да Да Аразий Тим Вот Там Крайне Правая Свечка Это Да Рашинг Масленичная Гора Самое Дорогое Кладбище Бежевое Сейчас Потому Что Когда Придет Машенька Все Воскреснут Те Воскреснут Первые Даже После Смерти Можно Быть Первым Да Главное Все Будет Перед Садик И Сразу Брать Знаешь Это Оптимизм Слава Вкратце Расскажи Идея Проекта Идея Проекта Объединить Людей Между Собой И Людей С Городом За счет Наших Добрых Светлых Прогулок Слово Дорога И Вы Заберите Дерах Однобуквенные По согласным Слова Дорога И Друг Тоже Родственные В русском Языке И Наша Идея Объединить Через Путь Людей Представителей Различных Искусств Людей Которым Интересен Путь И Как у Высоцкого Парня В горы Берите Не бросай Одного Его Здесь Мы Можем Понять Найти Своих Людей Понять Что мы Любим Иерусалим Понять Что Мы Просто Движемся Живем И Объединяемся Вокруг Одного Города Это Это Про Дзюдо Сейчас Рассказал Это Дзюдо Тоже До По Психотерапии Про Искусство Про Плене Это Вот Про Эти Барабаны Видите Лампочки Под Деревьями И Ночью Когда Стучите Здесь Там Загораются Лампочки И у вас Будет Хорошное Романтическое Настроение Правда Это Поначалу Выглядело Как Вообще Экзорцизм Местные Стучали Всем По Очереди Без Остановки Вот А там Друзья С нами Уже Сколько Здравствуйте Настя Игорь Да Все Идем Дальше Мы встречаем По пути Друзей Вот так Нам не случается Друзья Иван Художник Из Москвы Закончил Потрясающий Художник У нас будет Выставка Совместная Приглашаем Вот 30 мая Будет Открытие В Мерказ Гармонии Идем Дальше Вечером Здесь загораются Лампочки По склону Этой горки Видите Был второй Ударный Аппарат Хорошая Интеракция Год прослужила Людям По-моему Это здорово Год прослужила Год Это нормально Это много Иван Ты художник Стараюсь Быть Вообще Идея Переместиться В Израиль Это У меня была Всегда Такая идея Как ты Адаптируешься В Израиле Постепенно Волны Получается Рисовать Да Слава Богу А что ты рисуешь В основном Какое направление У тебя Я не очень могу Сказать Какое конкретное Направление Потому что Все зависит От Грубо говоря Темы А рисуешь Красками Карандашами Разными Разными Миллиумами И Совмещенными И красками И карандашами И мягкими Материалами И компьютерными Техниками Разными Соединениями Слава сказал Про твою выставку Это первая будет выставка Она совместная со Славой Или как-то Что это за выставка Вкратце Я принимаю участие Как и многие другие художники И это выставка Которая будет завершающим Таким аккордом Этого проекта Именно проекта Искусство прогулки Проекта Славы И Сафи Да? Да Сейчас мы соберемся здесь И отправимся К той скульптуре Которая за нами Вообще здесь две минуты Можно сидеть спокойно Не напрягаясь Это Памятник Посвященный Алие Вот Так что Это кто? Эфиопские? Я думаю, что это Или это Сефардские? Сефардские Сефардская федерация Она такая Не буду обращать Ваше внимание На эту табличку Подходите туда Вот Потому что здесь Много ответов Вот Друзья Я хотел бы Вас познакомить Марин С прекрасным человеком Игорь Сарни Художник Очень приятно Очень приятно Благодаря которому Появилась вот эта вещь здесь Мы пригласили Попросили приехать И рассказать О процессе О создании И почему он здесь создан И благодаря Ему доброму сердцу Мы его видим здесь Хотя человек очень затят И мог бы уже Шабату отдохнуть Вот Не, я очень-очень рад Что Вы есть Это действительно Очень-очень важно Потому что В современном мире Мы живем Очень Каждый в свое Это В свои Гнездышки в свое Поэтому Очень-очень-очень Приятно Что вы здесь И что вы Вас интересует История Граната Очень Странная Интересная Он был создан В память О Маленькой Ибрейское общение В Северной Македонии Которая В один день Это история Восемьдесят летние Мужины Они там Жили Восемьсот лет И В один день Восемьдесят летние Практически Осталось Семи тысяч Человек Трох В принципе Идея такая Красивые Красные Всякие цветные Мозаики А сверху Битая посуда Зеркала Выборочные То есть В принципе Ощущение Мы пытались Создать Что-то Что было Неразрушено И остается Продолжает В цветном Это Ультра Вереболит На Мерамиках Фамилии Восьмидесяти семи Семей Которые Были Уничтожены На самом деле Это Все Очень перемешано В принципе Каждая Каждая Керамика Есть Своя Фамилия Кроме того Мы Ставили Эту скульптуру Это Первый Наш опыт Чип NFC Вы знаете Что это Мы платим Карточкой Тач Карточкой Мы вставили В трех местах В керамике Где Дата Их Уничтожения Вставили Чип NFC И это Работает Я вам покажу Как В принципе Это Работает Вот К К К К К К К К К Вот К К К Таблице Вы Получаете Фильм В принципе Звук Есть На этом Стоя Сейчас Секундочку В�� Время Воплощение Водопровод Дорогей И Время rak К Время 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 И Время Прагедия Секундочку в том, что король Болгарии не отдал своих штажерам. Он отдал, не успели их перевезти через реку. Вот эти отдал вместо своих. Да, наверное. Поэтому они там и оказались. Нет, просто кто их вывозил, к сожалению. Нарв. И он идет, и Болгарии говорят как Нарв. Да, и румыны говорят в Османской империи. Вот. И в каждом году вся Азия так называет. Здесь символично, каждый сорт будет, каждый сорт проросли. Здесь собираются семьи. Здесь очень интересная проекция. Канад всегда. Есть тысяча хану-чюз. Правильно. Семьи сведения, девяти кьют. Делите, как это? Свечи. Делите свечи. На хану-ку это зажигают здесь. Да, это не просто так. Это, видите, символ такой вот. Все монеты. Сделали со степой такой очень интересную, необычную хану-кью. И здесь, когда были на хану-ку, такой проект, такой в семьи разные, из разных стран, из разных здесь не в полноценных этих короче, очень-очень разные, разные тысячу хану-чюз. И они здесь праздновали. Здесь зажигается эта традиция из года в год. И ежели будете на этой хануке, приходите здесь к зажигаю кабану. Израильские кабаны. Если вы видите на столбах номера, это значит, что это архитектура, это реставрация. Что были здесь старинные ворота, там был хороший особняк внук. Когда сносили здание, здание еврокабали-казаван, они разобрали каждый столбик по камушкам и сложили под номерами. Но когда их решили собирать по Иерусалиму, вдруг народ обнаружил, что в этом что-то есть. Что такое эстетическое приятное взгляду иерусалимца. Говорит, давайте все номера оставлять. Если вы были на момент и видели здание под рядом расписи, это продолжение. Когда вы приедете сюда когда-нибудь прогуляйтесь внутрь, там шикарно благоустроенные места. А мы будем продолжать движение по ТРФБ. к сожалению, аромат, который исходит от фрукт, передать невозможно. Хеврон, стена монастыря, Сент-Клэр, Цветокровод. Это женский монастырь. Это Пикатург. Это у вас сердце. Окей. Да, у вас сердце. Вот. там девушки очень симпатичные как ходят как из Львы. Нет, я ни разу не заходил, там всегда было закрыто. Они своими не разговаривают, они по типу женских молчальниц. Но выглядят как из комедии Луида Финесса. С белыми такие плывут вечером по армону на циву. Белые зайники красота. Следующая прогулка у нас планируется в Ган-Ботани. Агана пока не начинаем. Вот. Можно пофоткаться, кому желается. Вот. Слава. А маршруты разные в этом проекте? Разные. Они не повторяются? Они не повторяются, они ореолом своим пересекаются, чтобы сшить в понимании человека, который регулярно ходит. где мы проходим один маршрут, вот здесь мы проходим еще раз, говорим, вот это краешек того, и человек каждый раз понимает какой-то другой аспект города. Первая прогулка у нас была связана с улицей Яфа, Мусрара, Иратика. Вторая была вокруг города, старого города прогулки по галереям. И сейчас мы идем в третий маршрут, который сшиваем пригороды Иерусалима за моментами галерей и будем пить чай в центре гармонии. Это сердце нашего проекта, наш центр. Ну, гармонично. Центр гармонии там какие? Центр гармонии это муниципальный зал Ри города Иерусалима. И это место, при котором мы реализуем наш проект, который дает покровительство, если по-русски сказать, нам дают возможность попить там чай. у нас там будет выставка нашего проекта. Поэтому это точка сборки нашего проекта. В этом районе первый раз. Вы, наверное, слышали, что был Каирский экспресс, Восточный экспресс. Убийство в Восточном экспрессе, а Гата Кристи, наверное, слышит. Вот дорога через Константинополь на Каир шла через Иерусалим тоже. эта дорога, которую вы видите вот здесь, это реально железные металлические спалы, которые были. Это бетон, стилизованный под дерево. Вы увидите повторяющий сервер. Если вы там пойдете, вы сейчас можете два-три часа идти и дойдете до станции Малка, там внизу, иногда кто-то ходит поезд, но из-за того, что есть новая транспортная система, спящая. Скажем так, если снять покрытие и поехать дальше, можно воспользоваться. там находится первая станция за Ханабица, которая работала 20 лет на 20 сярабон. Сейчас там футкорту, но мы пойдем на нее, чтобы выйти на Мацар, где мы были. Мы поднимемся на пол, там сфоткаемся и оттуда можно быть уже свободными и идти в сторону Меркас Армония, через Ямин Моше, через Монтефери и там решим. Хорошо? Сейчас мы просто направляемся по путям. Вот это старая железная дорога, которая когда-то соединяла Ближний Восток и Европу, а может быть даже Африку от Каира до Истамбула и дальше туда в Софию дорога шла. Но как я помню, что эта дорога прекратила свое существование после Первой мировой войны, то есть железнодорожные составы перестали ходить после Первой мировой войны. Ходили до Стамбула. До Стамбула и дальше Софии, Европа и Париж и так далее. Восточный экспресс, Кроме туалетов архитектуры нет. искусство приготовления пищи? Искусство приготовления пищи здесь свободное. Поэтому местные жители, которые нам показывали это, никогда не ешьте тут салаты. Зелень тут не моют. Поэтому вы детей получите незабываемое ощущение в виде диареи. Это будет по-своему приятно, незабываемо. В общем, травилась кто гоняет вес велкам. Но шаббат они работают. Если вам нужно где-то вести людей, сидеть, покушать, там, коктейльчик и так далее, они вечером работают, и очень работают круглые сутки. Слава, а что это за место? Это станция, первая станция, она решена. Буквально лет 20 назад она работала, и у нас есть знакомые, которые здесь делали первое свидание, кто-то подъезжал из Хайфа. Это маршрут Восточного экспресса, который уходит на юг, туда, на Каир. Но сегодня шпалы и рельс существуют как на Каир, а на север не ходил? На север в Хайфу можно было ехать, через Тель-Авив, и нам рассказывали, была молодая, училась там, при... Но жилая в Иерусалиме, муж приезжал из Тель-Авива, так вот. Мы живем на Дер-Абет-Лехом, в тех домах, мимо которых мы прошли, с людьми, которых уже внуки нашего возраста, но они говорят, что это было самое лучшее место подъезда. Вы представляете, поезд кидает через весь город, ты выходишь практически в Бет-Амут-Сан, вся инфраструктура построена перед мандатом. Это очень интересный проект. Обидевается. Вот это первая станция. Бет-Амут-Сан 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 Мы находимся на Bible Hill, так называемая точка, вершина определенная, там находится шведка, шотландская, которая ныне музей, тоже ее открыли в 30-х годах, если не ошибаюсь, закрыли после Великой Отечественной войны в 48-49-м, насколько тоже я помню хорошо. Что там есть? Там есть орган, там есть концертный зал, там проводятся мероприятия, есть коллекция военных флагов, лично сам я там не был. Всел только в картинке и всегда приходил вечером к закрытым вечерам. Что по себе представляет вот это место, на котором мы спим? Это кладбище. Кладбище, и дверь, и домик, и снова, где мы стоим на чём? На костях. Нет, кости здесь уже подобрали, подобрали, пребрали и так далее. Где мы были с ребятами из предыдущих экскурсий, частично вы находите здесь. Мы были в Пейтаму Царь. Мы туда сейчас спустимся, через тот спуск. Но здесь хорошо сделать вход, вы увидите Мусалим. Надо сказать, что мы с вами, друзья, пришли оттуда, справа. Мы видели, это всё оттуда. И мы сейчас, если кто-то был на экскурсии какой-то, видел нас со стороны кладбища. И мы сейчас смотрим на такую нестандартную, но тоже на Иерусалим. На стены 15-го века, 16-го века. Вот, башня Дарима, в лесах на крупосах, на ней Дарим и пел, и Псалмы не сочинял. Это поздняя придумка. Мы видим перед зданиями, ближайшие курины, куриечественные, куриные, 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 куриные. Дорм, это здание Байконера. Почему Дорм? Дорм, это место, где можно было переночевать паломником от слова «дремать». Здесь вообще «дрим» – корень такой, который на английском, и на русском «дремать». Дорм – это тоже подразумевает короткий сон. То есть такое… Помечтать. Помечтать, да, о прекрасном, приблизившись к святыням. Мы сейчас начнём наш спуск, сделаем фотографию. Продолжение следует. Слава, что это такое? Это здание Бейтамуцар. Скажем так, это творческие мастерские людей. Как дом искусств или крафт-хаус такой. Построен он в начале 20 века. Вот. И сейчас сдаются под мастерские, ювелирные, всякого рода. И мы сейчас пойдём на второй этаж тоже посмотрим, то, что действуют люди. Это частные лавочки, по сути, но художественные. И мы сейчас пойдём на второй этаж, по сути, по сути, по сути, по сути, по сути. Это место, где можно посмотреть кино. Несколько залов, они камерные, часто можно посмотреть документальное кино. В принципе, можно приобрести циркотичный проездной и пользоваться этим. Слева от нас стена. Значит, это из такого поселения, как машина-какерик построена. Квартал, который называется Мишкино. Мы можем пройти вдоль. А можем зайти и чуть-чуть прокидываться внутрь. Слава, ну вот мы прошли маршрут сегодняшнего искусства прогулки. Ну, вот глобальная задача этого проекта. Глобальная простая задача – объединить людей. Объединить людей можно вокруг только чего-то. А эти вместе – это объединение в красивом городе. И любить его, во-первых, это объединяется все вокруг любви. Любви к чему-то, клубы для этого есть. Но мы любим город, мы любим виды, мы художники. Мы вокруг любви. Любови объединенные. Вот так его сказали. И в завершении еще вопрос. Кто может принять в этом проекте, как участники, имеется в виду, ну, вот как я? То есть не обязательно, что это был художник? Нет, конечно, нет. Мы говорили о проекте для художников от слова «арт». Как в Японии говорили, искусство – это то, что связано с человеком. И если это… у нас есть психологи, художники, спортсмены, музыканты, писатели. Тот, кто чувствует, что он художник, в душе, может связаться с нами, присоединиться. И мы всегда, пожалуйста, все очень рады. Вот. Спасибо огромное, Рома. Здравствуйте, Юля. Вот. Искусство прогулки. Этот проект. Что для вас? И как вы оказались в нем? Меня пригласила подруга на эту прогулку. И я очень рада, что присоединилась к ребятам. И я как психолог, как психотерапевт думаю, что мы все проживаем какой-то путь, и наша жизнь – это тоже прогулка, это тоже путь. И по дороге мы можем упереться во что-то, идти и ничего не видеть. А мы можем, так же, как мы идем по городу, ничего не замечать. А можно идти останавливаться, осматриваться, видеть что-то новое, встречать новых людей, новые лица, и что-то про себя узнавать, в том числе, в этом пути, в этой прогулке. Ну и сегодняшняя прогулка – это тоже было такое путешествие небольшое. По тем местам, которые я вроде знаю, но они сегодня по-другому открывались. С другими людьми они открываются по-другому. Я думаю, это очень здорово, то, что делают ребята, это прям классно. А кому бы вы рекомендовали такие прогулки? Ну, вообще я всем бы рекомендовала, да, но я думаю, что это будет интересно и тем, кто уже давно в Израиле, в Иерусалиме, увидеть что-то новое, что-то необычное, познакомиться с новыми интересными людьми. Тем, кто только приехал, это тоже будет очень важно и полезно, посмотреть на Иерусалим, на себя в нем, на людей в нем, как-то соотнести, как мы здесь, да, это тоже очень важно. Ну и найти друзей каких-то. Спасибо. Спасибо. Иван, этот проект «Искусство прогулки» для тебя. Что он значит и как ты вообще в него попал? Я попал в этом зале, когда у нас была выставка рекомендовательных художников, которые у них в улице «Прицета», и ребята пришли рассказывать о своем проекте на закрытии. И мы увидели мои работы и мы обменились контактами. И как тебе этот проект? Супер. Потому что что-то в нем увидел такое, что тебя вот захватило. И ты уже, я так понял, не первую прогулку делаешь. Я в прямом участии, да, не в первой. Ну, вообще, мне кажется, что в данном случае ребята, как организаторы и вообще как люди, они очень здорово поняли суть вообще Израиля и Иерусалима. Потому что, когда я был в Альпане, нам в Альпане сказали, что Израиль, он как кактус. Он острый и твердый снаружи, но сладкий и мягкий внутри. Поэтому, мне кажется, что ребята делают очень крутую вещь в том смысле, что они помогают нам почувствовать этот кактус. Кому ты бы рекомендовал искусство прогулки? Мне кажется, вообще, это подойдет как тем, вообще, всем, да, но в первую очередь людям, которые уже засиделись немножко... Немножко... Немножко природных, много, в общем. Вот куда мы пошли в какую-то рутину. То есть по-настоящему это про разнообразность города, это про разнообразность культур. И это очень-очень важно. Спасибо. Здравствуйте, Хана. Здравствуйте. Ну, первое, это как вы попали в этот проект искусства прогулки? Попала, ну, видела объявление о том, что здесь встреча в гармонии. Встретились. Здесь очень заинтересовало то, что предлагают прогулки по Иерусалиму. И познакомились со Славой. Слава объединила нас в группу. И как для меня, как для медика, это уникальная возможность, ну, воплотить свою мечту, потому что я всегда фотографирую, ну, я любитель. А здесь есть и возможность посмотреть город, посмотреть его совсем с другой стороны, которую я не видела. Я ходила, может, даже теми улицами, которые потом проходили, ну, в пешей прогулке, но я не видела эти моменты. Для себя открылось сегодня, что я всегда фотографировала, так как я еще и биолог, фотографировала цветочки, дома, там, природу, ну, такое. Сегодня я фотографировала почему-то людей. Очень разных ракурсов, очень по-другому совсем увидела. На прошлой даже встрече я этого не делала. Вот сегодня. Вот, сделала несколько снимков. И вообще очень благодарна тому, что я встретила этих людей и знакомлюсь с новыми людьми каждую встречу. И это большая возможность расширить свой взгляд на жизнь и на все происходящее, потому что в прошлом году я этого вообще не видела. Я вообще не видела. Я спрашиваю сейчас, свели ли цветы, было ли это здесь. Ну, все совсем не так. А кому бы вы рекомендовали участие в этом проекте? Мне кажется, это подходит всем, независимо от того, человек искусство это или нет. Потому что это очень большое общение. Ты узнаешь разных людей, и эти знакомства могут продлиться и долгие годы, независимо от того, будет ли продолжаться эта программа. Ну, и... Ну, это большая-большая возможность, потому что так бы мы не узнали о тех местах, в которых мы были, не видели даже сегодняшний гранат. Я бы его сфотографировала, и увидела просто гранат. Но когда нам показали, рассказали, и мы увидели совсем в другом ракурсе, то это совсем другое. Спасибо. Я очень благодарна. Спасибо. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. Ну, у всех спрашиваю, как вы попали в проект «Искусство прогулки»? В проект я попала, ну, как бы, по рекомендации Марины Шелест. Она... Перед этим я, как бы, стала деятелем искусства, да, вот, защищалась. И она познакомила с меня, с молодыми ребятами, и, как бы, пригласила на проект. И поэтому вот так... Что вам этот проект дал нового в вашем, ну, творчестве, в вашей деятельности? Ну, нового. Или что-то, ну, какую-то идею, может быть? Во-первых, меня очень вдохновили ребята молодые, энергичные, красивые, светлые, с яркими глазами, с зажженными такими душами. И они меня очень сильно поразили, вдохновили. Вот, идеи, и сейчас время, как бы, собираться всем вместе. И вот этот вот союз, и когда ты приезжаешь в новую страну, не знаешь вообще, куда идти. И вот это вот единение, то, что ребята смогли пригласить в этот проект, объединить людей совершенно разных направлений. Я вообще занимаюсь декоративно-прикладным искусством. И, приехав сюда, я занимаюсь с берестой. Бересты здесь нет. И поэтому, как бы, долго думала, чем бы заняться, я занялась тафтингом. Я делаю камрой. И поэтому, как бы, такое ответвление, тоже не знаю, как себя применить, кому предложить. И этот проект вообще открыл глаза на, ну, все эти галереи всех этих художников, где они собираются, где они в выставке. Ходишь широко раскрытыми глазами, все как первый раз. И вот именно такие проекты, и такие люди, и вообще молодежь очень зажигательная. Кому бы вы рекомендовали вот участие в таких проектах? Во-первых, всем молодым людям. Даже, может быть, начинать со школы. Как бы, вот, очень многие не знают, чем бы заняться, даже, вот, очень-таки, да, поступать. И знакомство вот с людьми, такими молодыми, как Слава, Софа, и это самое. Может быть, и определили ли их бы, ну, как бы, дальнейшую жизнь, дальнейший путь. Как бы, со стороны посмотреть вообще здорово. И также людей, которые вот приехали и, ну, на такую обстановку, которая у нас сейчас в Украине, они не знают, куда, как себя найти, как, где выход. Это очень здорово, что существуют такие проекты. Спасибо. Спасибо. Здравствуй, София. Проект «Искусство прогулки». Для тебя он что значит? Для меня он, с одной стороны, я сама, как художник и репатрианты, я чувствую в нем потребность, как, это возможность познакомиться с новыми, интересными людьми. С другой стороны, у меня есть желание помочь таким людям, таким же, как и я, которые приехали и познают город, боятся где-то. На этом будет очень много времени познакомить их. Кому бы ты рекомендовала принять участие в этом проекте? Кого ты бы пригласила, как инициатор этого проекта, чтобы приходили и участвовали в нем? На самом деле, мне так хранить счастье. Я думаю, что это, в первую очередь, людям, которым интересно путешествовать, ходить, и неравнодушным к новым знаниям. А во-вторых, это творческим людям, которые хотят жить здесь, в Иерусалиме, и иногда думают, что только в Тель-Авиве есть центр, где есть культура, есть места для художников, но на самом деле здесь очень много, в Иерусалиме. Спасибо. Спасибо. Спасибо.